В эфире информационный выпуск новостей океарской студии телерадиовещания. В студии с вами Гузель Нарбутина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в программе. Район с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Рамзил Ишсарин. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто носит гордое звание учителя. Необычная ярмарка, а именно ярмарка вакансий прошла в районном центре. Об этом и не только прямо сейчас. На днях Хайбунский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Рамзил Ишсарин. В рамках поездки депутат встретился с партийным активом местного отделения и жителями района. Также он провел прием граждан. Подробнее в следующем репортаже. В сопровождении главы администрации муниципального района Раила Ибрагимова депутат Госдумы Российской Федерации встретился с активом местного отделения партии. Руководителями первичных отделений на встрече присутствовали и депутаты Совета муниципального района. В ходе встречи обсуждали самые актуальные вопросы района. Участники встречи обратились к парламентарию с различными вопросами. Об отсутствии сети сотовой связи в некоторых населенных пунктах района, о трудностях при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. И многие другие вопросы, касающиеся программ благоустройства и улучшения демографической ситуации. Приезжал представитель регионального оператора Экосити. У нас встреча была с ними. Задавали вопросы. И он мне ответил на тот вопрос, что этот закон разработан в основном на городского жителя. Да, городской житель согласен, там есть контейнер-площадки и все. Я против контейнер-площадок. Всегда стоял, кажется, мешочный сбор. Закон вступает в силу, мы не можем его, но у нас будет мешочный сбор. Основная суть в том, что в селе образуются те отходы, которые не утилизируются. То есть это уличный смет и в основном у нас навоз. Давайте вместе поработаем. У нас каждый депутат Госдумы имеет право законодательной инициативы. И если мы с вами совместно сформируем предложение, и я обязуюсь, как говорится, доказывать это в противном комитете с теми авторами. У нас взаимоотношения, они очень добрососедские со всеми депутатами, независимо от партийной принадлежности. Как отметил Рамзил Ишсарин, регион является лидером по уровню получения финансовых средств по партийным проектам. В программах принимают активное участие. И одна из целей визита – это инспекция объектов, реализуемых по линии «Единой России». Мы провели встречу с активом местного отделения, с руководителем первичных отделений партии. Присутствовал и депутатский состав. Обсудили наиболее актуальные вопросы, которые, наверное, не только в рамках района. Прежде всего, конечно, это вопросы района, но и в том числе новшества в законодательстве, новшества в региональной политике, но и, конечно, партийные вопросы, вопросы стратегии развития нашей партии, дальнейшие шаги. Что касается Хайберлинского района, я могу сказать, что жители Хайберлинского района наиболее, наверное, активно участвуют, именно даже инвестируют, софинансированием, трудовыми ресурсами. Практически все проекты проходят с таким участием населения, за что, конечно, хочется выразить слова благодарности жителям района и сказать, что эти проекты мы будем и в дальнейшем реализовывать. Поэтому сегодня обсудили ряд вопросов, которые необходимо и в следующем году в рамках этих проектов реализовывать. В составе местного отделения партии «Единая Россия» в Хайберлинском районе на сегодня 803 человека, из них 250 сторонников. По завершению заседания четырем новоиспеченным партийцам депутат вручил партбилеты. И следующим пунктом посещения стал малый зал администрации района, где граждане смогли обратиться к депутату с вопросами, как личного характера, так и касающиеся района. Вопросов много, наболевшие вопросы, которые надо решать, потому что эти нерешаемые вопросы усугубляют жизнь населения райцентра и района. Вопросы я задал от имени ветеранов, от имени пенсионеров и от себя лично. Решение всех озвучено в ходе приема граждан проблемы. Рамзил Ишсарин взял под личный контроль. Леса Нагибаева, Альберт Узбеков, Ильинур Крымгушин, Рамазан Максютов. Служба новостей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто носит гордое звание учителя. В районном Доме культуры состоялась торжественная церемония поздравления. Педагоги общеобразовательных, среднеспециальных и дошкольных учебных заведений принимали поздравления в свой адрес. За ходом мероприятия следила и наша съемочная группа. Сегодня в системе образования Хайболинского района профессии посвятили себя более 700 педагогов и воспитателей. Традиционно в это время, когда учебный год набрал свои обороты, а природа дарит осеннее золото и багрянец, российское педагогическое сообщество отмечает профессиональный праздник. Так и зал районного Дома культуры был наполнен теми, кто свою жизнь посвятил обучению и воспитанию подрастающего поколения. Не так давно ряды педагогов пополнили 8 молодых специалистов. Сегодня каждый из них трудится в школах и детских садах района. В этот день глава администрации муниципального района Раил Ибрагимов вручил им единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей. Прошел месяц работы. Я могу сказать с уверенностью, что учитель – это мое призвание. Мне очень нравится эта работа. Хотелось бы выразить благодатность администрации Хайболинского района за поддержку молодых специалистов. Молодым специалистам я хотел бы пожелать, во-первых, любить свою профессию выбранную, потому что она не очень легкая и, я бы сказал, самая ответственная из всех профессий, потому что мы готовим, воспитываем свое будущее поколение. Почетные работники общего образования, отличники образования Республики Башкортостан, педагоги, награжденные высшими степенями награды. Все присутствующие услышали в свой адрес множество пожеланий и слова благодарности. Чествовали и тех, кто достойно проявил себя в конкурсах и соревнованиях различных уровней. Помимо республиканских наград, лучшие учителя были удостойны премии администрации района. 25 лет назад биология и география. Прошедшая церемония награждения показала, насколько много в районе работает талантливых перспективных педагогов. Во многом успехи учеников это заслуга учителя, который сумел привить ребенку любовь к знанию. Ведь все это поможет им преодолевать трудности, возникающие на нелегком не только учебном, но и на жизненном пути. Ясена Гибаева, Альберт Узбеков, Мир Крымгужин, Служба новостей. Ярмарка вакансий – это уникальная возможность сотрудничества, которое собирает вместе множество работодателей и соискателей. На базе Океарского горного колледжа прошла очередная ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Было приглашено 26 организаций и предприятий различных форм обеспеченности. Предложено более 100 вакансий. Работодатели приглашали на работу электромонтеров, сварщиков, плотников, поваров, врачей, педагогов и почтальонов. Нам нужны специалисты, почтальоны, требования, чтобы люди были компетентные, чтобы могли общаться с людьми, потому что у нас работа заключается, именно работа почтальона, именно с людьми. И подписку организовывать, и нужен нам начальник степного почтового отделения. Ну, заработная плата у нас по степному почтовому отделению – 10 200, 4 дня в неделю рабочих с 10 до 3. В основном предложены такие вакансии, как продавцы, бухгалтера, врачи, грузчики, сварщики, водители. В основном это рабочие профессии. У нас приняли участие образовательные организации, такие как Горный колледж, Центр развития образования и с вахты тоже приехали. Кадровое агентство «Цвет» предоставило работу вахтовым методом. Несмотря на то, что мероприятие длилось всего 2 часа, за это время ярмарку посетило около 200 человек. Многие из пришедших получили консультацию специалистов Центра занятости по вопросам профессионального обучения и профориентации. Кто-то на месте узнал, что получил работу. Кто-то был приглашен на дальнейшее собеседование. Кто-то был приглашен на дальнейшее время. Мели бидеустарды 3-10 скилоктерын белеп қайтты. Расима Камил Казынов арта колдарына куды ермей. Елдам колхаракаттеры минен олышылай башқырт халық бейдәуістерін тодыра. Харышленген айбер – утин сәліклі. Олталық мүнен бірге қошылған көңіл еліға олардың әр бірген қабатланымақ етті. 2016-сы елда біз өфіге театрға барғайнық қығым мүнен. Шында мен көріп қалдым енді яшқырлардың ұшылай матор етіп түшілдірік тағып келген дәрін енді. Шынан бұта күшітігі қарай, хылқуана өтінде. Мені өліктен ұшы кейімдер ұқшайтырға енді. Хәм ойлап қайттым енді қайтқансы, әлі менді шылай есіліктер үшіліп қарайын мекан тев енді. Шын қайттым да, қыдым да қайттый енді. Хәм өфінен материалдар алып қайтты ол, алып қайттыға шылы екөліп үшіліп башыланығы енді. Мелі біде өстер қара көстен ғақай. Шыға күрауыны тақан қатын қырт, матуыр да яқлауыла бұл атересі мекан мекан қады. Итки ел өлік башыланың бұл өдінселіклі ұшығылы ұға кейін әнесті, мадзи келімді келтірі. Ерт Құжабекәнің башыланғасын хоплап, башқа ғайл әғзаларыла оларды үшіліп өлі үшін ендірі. Хәр яқлап ярдаймызды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...